Я благодарю вас за внимание, за то, что вы уделяете время мне, этой теме, библиотеке Белинского. И сегодня тема будет достаточно неоднозначная, я бы сказала, амбивалентная по своей сути, поскольку она затрагивает не столько сказочную действительность, сколько социально-историческую. Сегодня тема, которая звучит в афише, она заявлена как маска шута в сказках, шут при царском дворе. Также, как всегда, я первые 30-40 минут начитываю материал, то есть это будет теория, и подкрепляю фрагментами из фильма. Сегодня вашему вниманию будет предложено три фрагмента. Я взяла разные фильмы, потому что это настолько разная материя, в том числе теоретическая материя феноменальности шутовства, скоморошества, юродства на Руси, и что первый фильм будет коротенький, он фильм в фильме, да, это, конечно, Андрей Тарковский, фильм «Скоморох», который включен в фильм Андрей Рублев 1966 года. Это прекрасная вообще иллюстрация не только исторического отношения, но и такого противостояния, скоморошества, как такого отголоска атовизма и язычества, и уже христианства, которое вступает и легитимизируется на Руси. Второй фрагмент, который будет предложен, это иллюстрация такой оппозиции, власть и подчиненные. И шут здесь является не только придворной должностью, но и должностью, которая вдохновляет харизма шута, противостоит в этом фрагменте и вообще сила шутовского слова, противостоит в том числе силе митрополита. Это фильм Павла Лунгина «Царь» и отрывочек будет из него, 2008 года. И третий отрывок будет посвящен юродству. Вот вчера я все думала, как же завершить вообще нашу с вами встречу. И вот юродство, конечно, как подвиг, юродство как вечное преодоление, как большая молитва, как аскеза, как определенный мистический и религиозный опыт. Но юродство – это еще дар прозорливости, которые избранные достигают, завоевывают в ходе достаточно сложного такого пути преодоления себя, человеческого, плоти, чести, достоинства, имени. Таким фрагментом будет фильм о прозорливости. Фильм тоже, наверное, вы наверняка многие смотрели. Это тоже Павел Лунгин, фильм «Остров», где показан маленький одно из обращений к отцу Анатолию, который сам себя не считает ни провидцем, ни святым. И более того, он все время и над собой иронизирует. И такой фрагмент ответа, вообще что ли, воссоздания социальной коммуникации с юродивым. Мы посмотрим и завершим нашу встречу. Итак, юродивы, шуты и природа вообще этого явления – социального, социально-политического и исторического на арене нашей страны. Конечно, сказать, что все это обличено темой маски, в принципе, логично, потому что феномен шута и так же, как феномен юродивого, они непосредственно связаны с темой уличения и с темой социальной коммуникации. Потому что как они уличают, так и их постоянно уличают окружающие, либо социальные институты, с которыми приходится сталкиваться. Неважно, церковь это или государственные социальные институты. Сегодня прозвучат некоторые, в том числе биографические описания. Я старалась уменьшить историко-биографический и почти не затрагивала а географический материал, то есть только упоминала, что была Ксения Петербургская или Пелагея. Но об их житии, я считаю, в этом светском заведении я сильно много не рассказываю. Итак, маска. Маска по своей сути топографична. То есть она имеет такое пространственное и временное распространение. Маска топографически фундирована, потому что она располагается в определенном топосе и в определенном времени. То есть хроносе, такое топохронологическое размещение. Она размещена, потому что она утверждает себя в неком месте совместно с другим. Но топос – это всегда отношение к другому. Вот и шут, и юродивое – это отношение, и границу я-другой все время нарушают. Иногда провокативно, иногда бессознательно, но это происходит. И неважно, другим является прихожанин церкви или сам царь, о которых тоже буду говорить. Так вот, топос осуществляет так называемую самотождественность. То есть мы все время выворачиваемся в постоянном поиске и пытаемся обрести себя. Что делают шут и юродивые? Это как две стороны одного явления. Они также выворачивают действительность окружающих, дабы обернуть их к чему? Кто-то к вере, а кто-то, может быть, даже к какой-то истине. Так вот, выворачивая наизнанку, как некие тулупы ряженых в обрядовых ритуалах, и шут и юродивые, они находятся в неком отношении к другому, пресекая и провоцируя их границы, пытаясь эти границы вывести. И, конечно, говоря о шутовстве, все время говорят, что шут – это зеркальное отражение власти. И видя в зеркале управленца или того, кто обладает ресурсом власти, шут всегда переиначивает. Если определиться с понятиями, то шут – это придворная должность. Это выполнение обязанностей на легитимной основе. Другой вопрос, что в истории, по крайней мере, российской действительности иногда эту должность и это звание давали в качестве наказания, в том числе, например, Василий Квасник при Анне Иоанновне. С другой стороны, зеркало – это всегда некая рефлексия, то есть это анализ. Поэтому самые умные, остро умные на язык, на высказывание шуты остались в истории. Например, шут Балакирев, анекдоты которого были переизданы множество раз и до революции, и в конце XX века, потому что умная личность, которая находится при власти, у власти, рядом с властью, она, конечно, иногда и трансформирует саму действительность историческую. Так вот, другой всегда является некой мерой. Эта неповторимость не имеет, вот в данном случае одно из психологических состояний шута, вы видите. Так вот, нетипичность, неповторимость, непредсказуемость поведения этих людей, она не имеет меры. И общество посредством каких-то инструментальных принципов пытается привести их к подобию. То есть шуты, скоморохи, юродивы – это представители нетипичной топики. Они непредсказуемы и отсюда опасны для посредственного или для обычного окружения, для обычного социума и сознания. Социуму необходимо вычислить, классифицировать, измерить, и более того, может быть, наладить производство типичного. Известно, что, например, Пётр I в одно время задумал, в 1714, кажется, году, он задумал разводить карликов. Вот такая программа была, она не была осуществлена, но дабы они дешевле обходились двору, то есть у его рода производства. И, конечно, в отношении этих странных людей либо государство берёт на себя ответственность по исправлению, учреждению, где-то их, может быть, прячут или перевоспитывают, либо церковь. То есть государство берёт ответственность по легитимизации, например, безумных или как бы мнимо безумных, а церковь по легитимизации юродивых. Скоморохи и юродивы – это, в общем-то, два явления, и такой механизм отстранённости и механизм социальной коммуникации может говорить о том, что перформативный характер коммуникации позволяет рассматривать образ юродивого, так же, как и шута, в терминах «власти», где власть понимается как власть социальных дискурсов. Образ юродивых и образ шутовства – это социокультурный код. Поэтому социальные дискурсы посредством используемого в коммуникации характерного набора знаков задают границы манифестации, дозволенной манифестации, которые и юродивы, и шуты не соблюдают никогда. А нарушение границ манифестации и коммуникации будто бы является таким онтологическим условием их существования, иначе они не могут. Паттерны поведения, внешне предъявленные экспрессии, визуально предъявленная манифестация – всё это складывает единый образ юродивого. Второе условие существования юродивого – это уличение. Шуты и скоморохи – они всё время уличают кого-то в неправде, в неискренности. И если шуты обличают пороки через смех, через кривляние, то юродивые уличают и юродивого уличают самого, обычно через обращение к такому религиозному духовному опыту. Уличение является главным видом испытания и самого юродивого со стороны окружающих. Не подыгрывает ли он, не кривляется ли он, нет ли у него какого-то, может быть, подтекста, для чего. Сам юродивый, однако, прозорливо может видеть людей, служащих культа, неподлинные иконы. Он разоблачает поступки, открывает ошибки и срывает покровы с фресок, неподлинных фресок. Он обличает, открывая неблагонамеренные помыслы. Но юродство – это подвиг, отвоевывающий ценой жизни, потерянного статуса, гордости, чести, потомства, комфорта. Он отвоевывает у этой заскорузлой, казалось бы, действительности и повседневности пространства сакрального, пространства культурных смыслов, в котором древние архетипические механизмы и формируют код. Архетип Саласа или юрода – один из старейших хранителей культурной информации. Подвижник, а именно так их и называют, подвиг Христа ради, подвижник во Христе. Подвижник, как и Маска, балансирует на границе жизни, смерти, сакрального, профанного, скрытого, явного. И подвижника, жизнь его всегда оказалась инаковой, другой, странной, кто-то позорный может быть. Это то, что лишает чести при жизни. И если вот этот другой, непохожий, часто с трагической судьбой, да, юрод, урод, урода человеческого, не с ним, рядом, поодаль. Некоторые примеры хотелось бы привести, дабы пойти дальше. Почему Ксения Петербуржская долгое время ходила в мужском костюме и не отзывалась на собственное имя Ксения, а отзывалась на имя своему мужа, да? И после смерти мужа произошло то, что она как истинная православная, так же, как ее муж был православным, певчим в хоре, она понимает, что он ушел из жизни, не исповедовавшись. 50 лет юродства она отмаливала не за свое имя, а за имя Андрея вот эти грехи, вольные, невольные, и называлась, и ходила в мужской одежде. Но потом, правда, на иконах мы часто видим не камзол мужской, а именно юбку и кафтан. Но цвета вот такие зелено-красные, они остаются. Другой пример юродивый Никола Саллас. Наверное, этот пример больше известен. Никола Саллас Псковский, потому что все знают историю, как он спас от гибели, от гибели город. Иоанн Грозный подготовил псковитянам, как известно, ту же участь, что и Новгороду. То есть он был убежден в измене России, и на второй неделе Великого поста 1570 года Иоанн Грозный въезжает в Псков и с изумлением видит на улицах то, что все люди вышли, женщины, горожане, дети выставили столы с явствами и попали на колено и просят Иоанна о пощаде. В это время въезжает юродивый, так вот он как-то так на палочке, как на коне, подъезжает к Иоанну и говорит, Иванушка, Иванушка, покушай хлеба соли, а не христианской крови. Пораженный Иоанн, однако слушал молебен в храме Троица, потом зашел в келью, и еще не спросив ничего, Никола Саллас подходит к нему, и он предлагает ему в дар кусок сырого мяса. На что Иоанн отвечает, царь отвечает, я христианин, я не ем мясо в Великий пост. Пустынник, ответ пустынника тоже известен уже исторически, ты делаешь хуже, питаешься плотью и кровью человеческую, забывая не только пост, но и Бога. Сложная судьба, беспрестанная молитва, одиночество, недоверие, испытание людей, они ожидали, вот сейчас тут будет, наверное, Паша Псковская, они ожидали юродивых везде, и в монастырях, и в миру. Пример. В монастыре, говорила Пелагея, стану слугою всем, буду умывать ноги, буду как странная, терпя все от больших и малых, потерплю поношение ради Христа. И действительно, сестры пинали ее, толкали, они проверяли ее на вменяемость, пытаясь уличить или тем самым разоблачить обман. Признание пути юродивого это откровение людям, а его подвиги со стороны, но тоже людей, наделенных властью. Так отец Серафим Саровский вышел от юродивого и объявил, что Пелагея Ивановна, цитирую, великая раба Божья, и что не он и я, а она его исповедала. То есть это взаимно обратная перспектива уличения. Юродивые уличают окружающих, окружающие юродивые, но и внутри церкви тоже происходит такое взаимоувеличение. В даре прозрения подвижник уличает людей в грехах, но подвиг юродства это одна из самых необычных и противоречивых форм подвижничества, уличений юродивых с провокативной схемой поведения очень часто и с очень частым вот таким сопутствующим эмоциональным контактом. Сложным. Особенность коммуникации с юродивым это односторонний характер. С ним невозможно вступить в диалог. Он сам может ответить, потому что подвижник, он как бы человека мирского должен подвигнуть к чему-то, как минимум к мысли. Впечатление от встречи с юродивым всегда связано с потрясением, с тревогой, с волнением, со страхом. Эмоциональная память фиксирует страх как основную реакцию на контакт с ним. Потому что напряженное смысловое пространство, оно, как и многие абстракции, строится на противопоставлении божественного и земного, сакрального и повседневного. Почему юродство в русской культуре прижилось так, как не прижилось в другой, в том числе и христианстве, культуре? Это особый духовный опыт христианского подвижничества, аскезы, это религиозный феномен социальной действительности, но юродивые представляют из себя социальный топос, вид служения, стяжание Духа Святого в мнимом безумии. Они отрекаются, а потом уже кто, все вы знаете примеры с блаженным Андреем или с блаженным Василием, они могут кудахтать, ходить голыми, они могут изобличать, кричать в церквах, бить иконы, но все это, смысл очень многих поведенческих вещей скрывается позже. И когда мы говорим, что феномен юродства обязан своим существованием такой эволюции религиозного опыта, да, безусловно, это так. Но надо сказать, что вот юродивые ишуты в русском менталитете прижились еще из-за того, что настолько мы пропитаны русскими, народными, а иногда и авторскими сказками об тех самых дураках, средний там не так не сяк, младший вовсе был дурак. И дальше мы начинаем наблюдать, ведь он-то дурак с точки зрения древнегреческого, например, рассмотрения, это почти порок и грех, потому что знание – это добродетель, незнание – это грех. У нас, вот в наших сказках, дурак, он морально наивен, он чист этически, он поступает по совести, потому что он не задумывается. И очень часто наши сказки заканчиваются на преображение. Вот и внешний преобразился, и статус получил. И дальше нас почти не интересует, а что изменилось в сознании? Изменилось ли отношение? Так же, как свадьба свершилась, а что после свадьбы? Это уже как бы мы не открываем ту завесу. Так вот, юродивые, которые похабы, то же самое, похабство мы встречаем в образе шута. Юродивых очень часто называют дурочка, дурачок, дурак. И это не аксиологически негативная категория, это как бы выбранная модель поведения. И внутреннее такое юродство, внутреннее напряжение, юродство противопоставляется внешней включенности в повседневную жизнь шутовства. Когда мы говорим о шуте, это механизм производства аксиологических высказываний о том, что происходит, в том числе на политической сцене России. Основным качеством шута было не только умение балагурить, сколько обескураживать, высмеивать, лживое, недостойное. И шут, как и юродивые, он совершает двоякую коммуникацию с толпой и с властью. Он тоже является посредником. Юродивые – это медиум между сакральным и обычным человеком. Так же, как и шут между властью и обычным человеком. Если во встрече с юродивым эмоциональная память фиксирует страх, как основную реакцию на контакт, то во встрече с шутом – это смех и тоже смятение на непредсказуемое поведение. Ему дозволено всё. Только шут может, не знаю, стряхнуть, как-то с вами сделать всё, что угодно. И ему это не то, чтобы прощается, он вне норм. То, что относительно другого, любого человека, да, невозможно представить, относительно юродивых и шутов – это другая мерка, а не за пределами нормы. Так вот, напряжённо-ценностное смысловое пространство смеха, как и многих других абстракций, вот здесь мы видим, строится противопоставление власть-подчинение. На Руси, вот мы увидим это во фрагменте Андрея Рублёва, Тарковского, в фигуре скомороха или пахаба сходится противопоставление христианского и языческого. Что там происходит? В царской грамоте от 1648 года людям запрещается пускать на порог бродяг с гуслями, домрами, волынками. Скоморохов наказывали, били. Алексей Михайлович Тишайший, будучи человеком очень набожным, он принял решение об истреблении всех музыкальных инструментов, на которых играли и устраивали представления скоморохи. Борьба, цитирую, с бесовскими деяниями и игрищами 1648 года – это один из первых указов, которые царь провозгласил после прихода к власти. И к этой категории, правда, отнесли веселые песни, пляски, небылицы, загадывание загадок и даже игру в шахматы. Но примеры, там, пару-тройку примеров, песенскоморохов из собраний русского фольклора. «Наш городок Москвы уголок, близ царя, близ смерти, между царствием хуже грозного царствия, не ведает царь, что делает псарь. У царя руки долги, царские милости, да в боярские решета сеются. Казенная палата от мужиков богата». Музыкальные инструменты, гусли, балалайки, волынки изымались и сжигались, а сами артисты подвергались преследованию власти. Шутки всегда были таким изобличением. Изобличением, и известно, что тут власти и церковь где-то даже были в единой спайке. Например, святой Иоанн Златоуст назвал театр училищем страстей, актрис-блудницами, а правило 24-6 Вселенского собора вообще гласило о запрете клирикам участвовать и даже присутствовать на театральных представлениях. Первые века после принятия православия Русь еще находилась на стыке, и церковь уживалась со скоморохами и гуслерами, о чем свидетельствуют изображения на фресках Святой Софии собора. Я их сама видела когда-то. Однако отношение церкви к народным гуляниям ухудшилось вследствие растущего влияния. Люди предпочитали смотреть веселые представления и слушать гуслеров-сказителей. Алексей Михайлович, человек строго православный, соблюдающий посты, о чем говорит Никоньянская реформа с последующим таким преследованием старообрядцев, конечно, это выдержать не мог. В России шутовство, однако, пришло позже европейского. Оно прижилось быстро. Опять же, с тем, что в имеющейся нами народной традиции повествование с персонажами Иван Дурак мы как бы мы жили, мы воспитывались на этом, мы жили в этой призме. Первое официальное упоминание о шутах в России относится к времени правления Ивана Грозного. Самая известная фигура шута Осип Гвоздь или князь Гвоздев Ростоцкий. Он из древнего княжеского рода, потомок Рюриковичей, ходил в литовский поход. Княжеский сын Осип славился в народе опять же острым словом, умом, словом мог пригвоздить по этому гвоздь, за что и получил свое прозвище придворного шута. Он, как и полагается, носил колпак со слиными ушами, серебряными бубенцами. Это пародия на королевскую корону, а три конца бубенцов, вот этого так называемого головного убора, они символизируют ослиные уши и хвост, атрибуты средневековых ослиных процессий. Когда царь, вот представьте эту картину, вот она, наверное, чуть раньше была, царь, то есть Иван Грозный, следуя из загородного дворца в Москву, он въезжал в Москву в сопровождение трехсот стрельцов, обычно впереди, на огромном быке сидел в золотых одеждах тот самый шут Осип Гвоздь. Однако трагедия шутов в том, что они были тоже в какой-то степени бесправны, и когда Иван Грозный осерчал на этого шута, а шут посмеялся, усомнившись в родстве Ивана Грозного с римскими императорами, то тот просто-напросто окунул его лицом в кипящие щи, а когда шут вырвался и побежал, самодержец догнал его и зарезал ножом. Каялся, говорят, ну, что? Следуя дальше, юному Петру подарили карлика по имени Яков Волков, который потом получил прозвище Камар. Так вот, в 1710 году, когда император задумал выдать карлицу Просковью Федоровну замуж за своего любимого карлика Якима Волкова, Петр I намеревался осуществить производство или разведение карликов. Он, в общем-то, все, человеческий фактор. Семья не ужилась, кто-то умер от болезни, детей не было, но не получилось. От этого меньше армии маленьких людей при дворе не стало. Надо сказать, что Петру I не было чуждо чувство юмора, оно, правда, было очень своеобразно, ходят слухи о так называемых всешутейших соборах времен его молодости, и пример вот этого странного чувства юмора Петра мы находим до сих пор в архитектурных ансамблях Петергофа, где есть так называемые шутихи, замаскированные под определенные мебелью, растения, фонтаны, которые там спрятаны в ландшафты, но в определенное время струи воды, фонтана появляются неожиданно, они обрызгивают прогуливающих и создают, казалось бы, шутливое настроение, правда, когда человек не готов, чаще всего это вызывало какую-то злобную реакцию. Так, на территории Нижнего парка до сих пор находятся семь фонтанов шутих, правда, с незатейливыми такими названиями, елочки, дубок, зонтик, водяная дорога, диванчики. При Петре I в Санкт-Петербурге числилась целая особая шутовская бригада из 24-х человек во главе с португальцем Яном Лакостой. Петр охотно хохотал, любил очень вот ужимки этой братьи, наградил Лакосту пустынным островом в Финском заливе и титулом самоядского короля. Ян Лакосту помогал Петру I брить бороды боярам, потомок испанских евреев, он очень нравился русскому царю и очень не нравился его придворным. Появился он при дворе, будучи человеком взрослым, отцом семейства с женой и детьми в 1714 году. Петр определил его в шуты, дерзкий язык Лакосты доставлял государю особое интеллектуальное удовольствие. Он выслушивал замечания в сторону нравов своего времени, поведения придворных и как-то один из состоявших при дворе бояр раздраженно спросил еврея зачем он разыгрывает из себя дурака. У нас с вами ответил Лакоста для этого разные причины. У меня недостаток денег, а у вас ума. Неприятелем шута однако стал сам Александр Данилович Меньшиков, который грозился убить Лакосту. «Ежели он тебя доподлинно убьет», усмехался Петр, «то я велю его повесить». «Я, конечно, хочу этого», возражал шут, «но желаю, чтобы ваше царское величество повелели это сделать прежде, пока я жив». Лакоста просит царя после очередной победы наградить его землями отвоеванными у Швеции. Царю шутка такая нравится, он пишет резолюцию отдать, и так во владение у шута оказывается целый остров Сомерс в Финском заливе, хотя вместо печати Петр прикладывает грамоте рубль. За свою работу Лакоста получает от государя титул короля с настоящей коронацией и подданными немцами-оленеводами. Это не первый пример, когда шут восседал на троне. В прусском походе однако Лакоста тут уже Анна Иоанновна, такие придворные картинки, сдружился с вице-канцлером Петром Шафировым. Было обвинение в госизмене, Шафирова приговорили к смерти, Лакоста отправили в ссылку. И вернулся он уже при Анне Иоанновне, Анна Иоанновна тоже любила такой двор, она помиловала Лакоста, пригласила в столицу, вернула ему должность и однако у нее не было потребности в каком-то интеллектуальном юморе, при ней шуты в общем-то выседали на корзинах с яйцами, кудахтали, чем вызывали такой добрый смех. Лакоста при Анне Иоанновне также считался самоедским королем, царицу веселило, особенно тот момент, когда шут разбрасывал пригоршнями серебро перед своими подданными, те дрались за монеты, и Анна Иоанновна приказала даже выстроить фонтан в честь Лакоста в летнем саду, так он и назывался, Лакоста, одарила орденом святого Бенедетто, утвержденным специально для шутов. Дбак избавиться от унизительного, он уже постарел, он повзрослел, ему бы уйти с этой должности, но уйти самолично, написать заявление об уходе никто тогда не мог. И поэтому он избавился от этого положения только в 1740 году, когда власть пришла к регенше Анне Леопольдовне, и новая правительница отпустила всех шутов, добавив и выдав им щедрое вознаграждение. Последний яркий пример, который я назову, это, конечно, очень яркая историческая и потом художественная, даже где-то мифологическая фигура Ивана Балакирева. Эта историческая фигура пришла на трон шутовства, такой король шутов, еще при Петре, при Екатерине I также держала власти, в общем-то до Анны Иоанновны дожила. Вот именно сила этого шута. Шут Балакирев или дворянин, царь Касимов, родился в 1699 году близ Костромы. Он происходит из дворянской очень высокой семьи, достигнув 16 лет, отправляется в Санкт-Петербург служить отчизне, начинает карьеру средового гвардейского преображенского полка. Известен случай, который и приблизил его к царю. Это была летняя жара, значит, он был в карауле на Неве, жарко, солнце полет, он раздевается и идет купаться. В это время где-то вдалеке замаячила фигура царя, в чем был, он выскакивает из реки, салютует царю, надев только треуголку. Царю это очень понравилось, он рассмеялся, оценил солдатское остроумие, и с этого момента Балакирев должен был служить при дворе. Иван Балакирев под начало лакоста не попал, он был индивидуально, он был не в гвардии, не в бригаде тех шутов. Он числился в преображенском полку и веселил Петра лично, это был личный шут, выполняя поручения, пересказывая городские придворные какие-то сплетни, сопровождая своими комментариями, он очень часто разыгрывал представления, и многие остроты, они, в общем-то, безусловно, расходились по Петербургу, заставляя краснеть, бледнеть, злиться у помянутых в них лицах, и Балакирев очень часто осмеивал и самого царя, за что был бит, сослан, все это он на себе испытал. Например, новую столицу, которой Петр так гордился, Балакирев описал следующим образом. С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох. Хотя Петр был расположен вот когда и вообще Балакирев стал князем Касимовским, Касимовским, не знаю, как ставить ударение. Он идет воевать вместе с Петром. Один из привалов русское войско сделало рядом со старинным городом Касимовым на Оке. Поболтав с местными жителями, Иван узнает, что этот город 300 лет был столицей небольшого татарского ханства. И желая развлечь Петра, он рассказывает ему о том, что этот город будет снова сильным, будет такой своего рода столицей. Император неожиданно продолжил шутку, даровал своему шуту титул хана Касимовского. Касимовского. И в 1723 году Балакирев получил продвижение, которое стоило ему, однако, ссылки. Он получил придворную должность быть курьером при царице Екатерине I. И попал в такую переделку. Он возил личную переписку Екатерины. Когда все было такой некий любовный конфликт императрицы был раскрыт, его отправили в ссылку трехлетнюю на строительство крепости Рогар-Вирк в Истляндии. В 1725 году Петр умирает. На престол сходит Екатерина, которая тут же возвращает любимого шута обратно. Более того, она подтверждает и дарует ему окрестности близ Касимова и подтверждает его так называемый потешный статус. В 1731 году на престол Фуэт Анны Иоанновна, которая официально продолжает зачислять лейб гвардии поручика Балакирева в штат дураков, так это и звучало, уравняв его, однако, с карликами, горбунами, прочими шутами, для Балакирева это было понижение. Он очень страдал от этого. Однажды на ее возмущение тем, что подданные имеют наглость роптать на слишком высокие налоги, шут пошутил. Напрасно гневаешься, матушка-государыня, надо же народу иметь какое-нибудь утешение за свои деньги. Его заключили в тайную канцелярию, откуда сама же Анна Иоанновна в дальнейшем его доставала, потому что пытки могли довести не до хорошего. Сейчас вот Анна Иоанновна. В 1732 году шут женится на дочери посадского человека Морозова. И известно, что тесть отказывается давать обещанное приданное. Анна Иоанновна лично занимается его делами. Вот настолько это показывает, как шуты были приближены. Они были вхожи в личное пространство. Известен очень забавный, мне кажется, случай, когда Балакирев, оказавшись с шутами, или просто с людьми, которые странной внешности в таком заповеднике, он очень переживал и впал в алкоголизм. Анна издала целый указ, дабы Балакирева не спаивали. И у него была такая диета. Каждый день на дом он был заперт, ему приносили вина, цитирую, вина по бутылке. Один день красного, на другой день рейнвейну и пива три бутылки. Всё, достаточно, это диета. То есть представить, насколько вообще тогда потреблялось количество, если вина, бутылка и пива три бутылки, и достаточно. Это диета. Но Балакирев стал относительно трезвенником, то есть он действительно перестал пить, и как только он вышел из этого состояния, он попросился в длительный отпуск для поправки здоровья в своё имение. Там он и прожил. Там он и умирает, однако остаётся и даже в этом имении он уже не шут, он человек серьёзный, но и странные его развлечения, которые тоже добавляют, что ли, перчинки в его личность. Время от времени он покупал у крестьян телегу с горой сена, распрягал её, сталкивал с высокой речной кручи, наблюдал, как телега разваливаясь, летит под откос, сено плывёт, и очень смеялся. Ну вот, как бы вспомните, что некогда Ицаолковский, которого называли желябкой, то есть странником, чудаком, тоже делал странные сани с парусом, ездил по льду с детьми, а все народ из деревни собирался и пожимал плечами. Однако, в 1763 году бывшего царского шута похоронили за алтарём Георгиевской церкви в Касимове, и он был похоронен с почестью. Завершая, надо сказать, что в 1830 году было избрано полное собрание, цитирую анекдотов Балакирева. На волне успеха доподлинные анекдоты и дневники шута были уже дополнены такими художественными выдумками и превратили его в мифологическую фигуру. Однако, в 20 веке в художественной практике к его образу обращается Мария Ингов, Валентин Пикуль, ну и, конечно, наверное, самый нам известный Григорий Горин, и они делают из Балакирева какой-то новый актуальный образ. Шутовство при дворе Анны Иоанновны, если идти дальше, находилось в зените славы. Не каждый кандидат еще мог попасть в придворные дураки или дурки, так называли шутих. В штате Анны было шесть шутов и около десятка лилипутов Карлов. Самая известная и трагическая жизнь – это жизнь и судьба вельможного шута князя Михаила Голицына. Он был наказан за переход в католицизм и за женитьбу на итальянке. В качестве придворного шута он получил прозвище Квасник, потому что вся его работа должна была состоять в том, чтобы подносить квас императрице придворным и с шутками это все делать. Однако именно этого шута, именно Квасника, Василия Квасника, решила шутовски женить Анну Иоанновну в знаменитом ледяном доме, построенном весной 1740 года. на Неве, но это уже совсем другая трагическая история. При Екатерине Второй появились неофициальные шуты. Шут как должность была упразднена. Да, они веселили государыню, находились все время рядом, создавали такую атмосферу царского двора. После правления императрицы традиция придворных шутов отходит в прошлое. Наоборот, традиция юродства переходит на новый этап своего развития и влияния на российскую культуру. Юродивые оставались зеркальным отражением фарисейства. Думаю, что шут всегда оставался зеркальным отражением правителя. И зеркало, как своего рода метафоры, визуальный код культуры, это способность посредством отражения обнаруживать не только невидимое для глаз обычных людей, но и создавать другую реальность. Зеркало, как отраженная рефлексивная способность, преодолевает оптическую ограниченность человеческого глаза и ума. Вот на этой метафоре я остановлюсь, и сейчас мы перейдем к просмотру трех фрагментов, дабы где-то подтвердить, а где-то может быть закрепить сказанное, а где-то разнообразить. Итак, первый фрагмент, который будет вам предложен, это фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев или «Страсти по Андрею» 1966 года. Мы увидим иллюстрацию гонений на скоморохов, нарастающее противостояние церкви и похабов, так же, как мы увидим вообще, а как происходили выступления, да, вот он зашел в сарай, и уже спектакль. С другой стороны, говорят, что сам Ролан Быков текст подкладывал свой, потому что тексты самих пахабов, то есть своих самих скоморохов, нельзя было показать на экране, просто высветить, настолько они были наполнены не только определенным содержанием, но и фразеологизмами, выражениями. с другой стороны, мы видим очень красивый, выдержанный, да, визуальный ряд, который лишен красок, который, вот как бы, отстраняется, там и церковь хорошо, благочинно показана, и шут-то там является, в общем-то, жертвой, и никто за него не вступился, потому что бесполезно, и когда увели его, пришли еще и за гуслями, потому что иначе миссия не выполнена. Вот сейчас, да, позвольте вам предложить первый фрагмент. Комарок шли вот такой, как у Боярина, Боярина, все еще с Боярина, у Боярина, Боярина, лакома, отвернет наструн, да не все, кобо, парень, что дарь, открой медвей, Боярина едет, а Боярина свое брынь, суть выско, морощься, воры, да пьяница, два секунда, секунда, от пятницы до пятницы, ах, козлы, добродяги, Боярина, бородой, смехом-то быстро, ябри и чисто, а без бороды не ланда, если бы, что любая баба с бородой не надо, а Боярина, плачет, как блока, но ядер скачет, ой, козелы, кто-же с бородой побегал, я новой стучал в окошко, ах, 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 саним гусек, ага, по-бежал дорогою, кровую, однодолгою кровую, от медрячая, удачую собачьей, вот и... такни, лыжкую, лыжку. Да вот, груза, переждать бы. Ну, проходите. Может, бражки выпейте, смотри, как вы могли. Спасибо, не пьем. Ну-ка, пойди сюда. Ну, вот мы видим само представление, может быть, отношение, народ. Обратите внимание на замешательство, которое возникло, когда заходят и представители церкви. Ну, проходите. И снимают кружку с головы шута. И, с другой стороны, абсолютно спадение маски, как только приходят вот эти самые стрельцы, посадники, кто опричники, все это, правда, было до... Как только приходит стража, абсолютно серьезное лицо шута, который, конечно, я думаю, что где-то глубже других мог что-то сказать, позволить себе сказать. Второй фрагмент, где, с одной стороны, будет тоже не сильно лицеприятно поведение шута. Они действительно похабствуют, кривляются, позволяют шутки, которые не всегда и со сцены произнесены. Обратите внимание, что в современной действительности, начиная вот, как бы, Екатерина II завершила такое придворное развитие, придворные должности шута. Шутовство, оно не пропадает, но оно вытесняется в сферу искусства. Цирк, да, театральные площади, но уже немножко под другим, как бы под другой формой. Клоуны также пользуются успехом, но и это всегда остается. Комедийные выступления, критика, клоунады, это все остается. Но в формате искусства или художественной практики немножко просто по-другому. Поэтому потребность-то в этом есть, и она не может пройти, будь это комедия деля арты или просто петрушка на площади, или цирк как искусство, как вид искусства. Поэтому, когда мы увидим второй фрагмент, где уже шут, но не скоморохий народ, а шут царский при дворе, в должности при царе, и здесь уже социально-политическая природа шутовства, влияние на царскую особу, на царскую фигуру, невменяемость природы, поведения. Они же провоцирующие, с ними действительно невозможно ни вступать в контакт, ни иметь какой-то комфортной коммуникации. Но, с другой стороны, мы видим, что влияние это есть, и потому их, скорее всего, и держали. Итак, фильм «Царь» Павла Лунгина. Гляди, вот, всех вон, весь хлам, чтоб чисто было. Гляди, вот он, новый святый град Иерусалим, украшенный, как невеста для мужа своего. Отличный дворец. Что творишь, государь? Агонем, лови-ка! Берись, как государь, и любить надо! Прекрати, государь, вся после строя. Прекрати, владыка! Прекрати, владыка! Прекрати, владыка, как любовь чудеса творит! Мы всю свою любовь государю отдадим! И он от этого сам чудотворцем станет! На что ему тогда нужны будут воярии, купцы и митрополиты? Не слушай его, он искушает тебя! Что тебе, страшный суд, государь? Не бойся страшного суда! Ты сам нас всех спасешь! Не надо, государь. Не соблазняйся. Он еретик. Ты все можешь! Вот, приказы, волны, прямо сюда хряснуть! И что, хрясни? Волны, плеть в руке твоей, государь! Продолжение фильма «Молния» действительно ударила. И это, совпадение это было или не совпадение. Но нам важно сейчас было посмотреть не только на поведение, манеру поведения, себя, представление, но и во что они одеты, как они выглядели. И в этом плане они действительно две стороны. Вот маски, что юродивые, что шуты, это всегда, не знаю, лохмоти или что-то очень яркое. Это не то, чтобы сцена перенеслась в действительность. Тогда не было сцены. Это они потом из повседневности ушли на сцену. И третий момент, наверное, самый светлый из трех фрагментов и из нашей с вами встречи. Это фильм «Остров», опять же, Павла Лунгина, 2006 года, где мы видим человека, который никогда не стремился. И речь там идет о XX веке. Никогда он не стремился быть юродивым, никогда он о себе не объявлял. Но люди начали замечать, что некто отец Анатолий на острове действительно дает советы, предсказывает, снимает боли, излечивает. И такой дар, дар прозорливости, дар исцеления, на некоторых юродивых он к ним приходил по моменту, видимо, очень большой духовной проделанной работы. И вот когда мы видим, что народ добирается, ждет, еще раз повторюсь, это советская страна, и это все все равно связано с некой потаенностью, вряд ли это все было открыто. И вот человек, который тоже, он даже общается очень странно, он может кривляться, может крикнуть, он не скажет, не утешит, не погладит по головке или не расскажет все рационально, логично и подробно, но человек, от которого уходили с ответом. И вот, конечно, именно этот фрагмент, я думаю, прекрасно завершит нашу встречу. Итак, остров Павел Лунгин, 2006 год. Батюшка, где отец Анатолий? Дело в том, что спит он, спит батюшка отец Анатолий. А мы ждем его давно, очень ждем. Ну ладно, не реви, пойду спрошу. Может, соблаговолит. Ну что, за благословением на убийство приехала? Вот тебе не благословение. Пожалуйста, батюшка миленький, спросите благословение на аборт у старца. В ад собралась, и меня с собой затащить хочешь? Не жаль, я его рожу, меня никто замуж не возьмет. А тебя и так никто не возьмет. Вон, на роду написано. Мальчик-то будет. Золотой. А ну, поклачь, ты с моего острова! А ну, поклачь, ты с моего острова! Блядь, блядь! Да, вот что он будет в следующий раз, хотела вернуть на афишу. И сегодня, вот ровно как мы все планировали, я скажу только о том, что, поблагодарив, напомню, что в следующий раз мы встретимся только в мае, и это будет мистика Гоффмана, соответственно, Моцарт, Кант, фантасмагории Гоффмана и маски мистификаций. То есть будет совершенно другой по характеру такой мистический опыт погружения в сказку, но и немножко в философию. Спасибо вам! Если вопросы есть, задавайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.